Всем привет! Сегодня 26 февраля, и мы начинаем восстановительные работы после урагана. Что нам для этого потребуется? Ну, вот такие вот инструменты, да, сварочный аппарат, электроды, проволока, потому как вот эту проволоку уже порвало. Да, из чего мы начинаем, это, как видно, покрутилось здесь вот, вот эти вот у нас дуги, да, то мы освобождаем их от проволоки, для того, чтобы можно было их отрихтовать и выровнять. Также мы будем приваривать вот эти вот фермы, тоже будем выравнивать все и восстанавливать. Да, ну, вот, друзья, первая арка готова, вон там заварили, здесь. Так, там он тоже в двух местах, на том соединении, и вот здесь. Что хотел сказать, что не стесняйтесь отбивать шлаг, да, чтобы было видно, проварилось или нет. Учитывая, что здесь нагрузка большая будет, да, помимо ветров, то, что здесь идут также вот натянутые проволоки, здесь томаты, так, к примеру, будут высокорослые. Мы понимаем, да, что вес здесь будет приличный, поэтому, чтобы во избежание того, что порвет вот здесь по сварке, да, надо и прогревать металл хорошо. У меня сейчас не очень хорошо получается прогреть, из-за того, что переноска больше 100 метров сюда длиной, и поэтому оказывает сопротивление. Да, то напряжение получается маленькое и сложно прогреть. Вот, где идет арматура, ее сложно прогреть, ну, как бы, я стараюсь все-таки прогревать, чтобы качество сварки было хорошее. Это очень важно. Вот эти две мы отрихтовали уже, Миша, он с Андрюхой, помогает мне также, это два моих брата, не помогает мне. Сейчас вот будут натягивать проволоки новые, эти уже все, вот такая вот оцинкованная проволока продается, никакая. Да, ну, вывод какой, что буду я переделывать эту теплицу, наверное, поставлю их по-другому совсем. Она стоит у меня с запада на восток, вот это восток. Почему я так ее построил? Ну, я закрыл северную сторону, вот она вот. Ну, как бы, расчет был такой, чтобы закрыть северную сторону, чтобы, вот, когда будут приморозки, учитывая, что открытое пространство, вот здесь, да, вон там у нас река Южный Бух. Это, кстати, Николаевская область, Украина. То, учитывая, что приморозки бывают, и северная сторона, понятно, ветер, когда с севера, то, ну, всегда у нас заморозки, да. Так что, расчет был таким, чтобы теплица закрывала северный ветер. Ну, она слишком длинная, она 78 метров длиной. И, учитывая ее, как бы, конструкция эта была не из дорогих, по-максимальному, как бы, старался сделать подешевле ее и быстро. То, все-таки, ну, как бы, она отслужила уже лет 8, как минимум, красить ее надо, и, да, ну, я думаю, что я переделаю, наверное, поставлю ближе к дому и поберю к огору, да, так как полагается это, как правильно. Ряды ставить, да, вот, ну, потом, чтобы садить ее правильно, располагать ряды, к примеру, да, там, с юга на север, да, чтобы хорошо освечивались растения солнцем. Да, для редиски капусты это, ну, не особо, она не затеняется, а для таких культур, как, там, ну, высокорослые, там, томаты, брец, то желательно, конечно, ряды, чтобы были с юга на север расположены, чтобы за день солнышко освечивало полностью все растения. Да, так что на этом этапе, вот, уже мы сделали вот эту вот работу проделали. Да, не забывать, надо, конечно, прогревать металл и оббивать шлак, это очень важно, чтобы было видно, приварилось или нет. Да, сколько лет бы сварщику не было, но, я считаю, хороший сварщик всегда так будет делать. Ну, вот, друзья, и подошел к концу наш первый этап работы. Это рихтовка, а также замена проволоки на тех участках, где она была порвана. Следующий этап, это понадобится нам обрыть торцы, также посмотреть, сколько клеенок нам не хватает, сколько порванных, потому что вот так они прерыты, все делалось быстро, был ураган. То есть, обрыть торцы, сколько клеенок нам нужно докупить, докупить пленку нам. У нас тут идут, мы покупаем трехметровую пленку шириной и по 10,5 метров длиной. Вот, как это получилось, вот такие вот дуги получились. Вон там он. Начинать будем мы с торцов. Сегодня уже делать ничего не будем, потому что на торце нам еще понадобится скотч, скотча нету. Тоже купим скотч, пленку и с самого утра начнем работать, потому что, чтобы накрыть эту теплицу, нам приблизительно нужен день. Вот так вот, друзья. Кому понравилось видео, ставим палец вверх. Да, и подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще много разных видео. Всем пока!